Здравствуйте, ребята! Конкурс педагогического мастерства. Это возможность поделиться своими профессиональными навыками, творческим подходом к работе и накопленным опытом. А для начинающих учителей – уверенный старт в профессии. В уже традиционных номинациях «Учитель года», «Воспитатель года» и «Педагогический дебют» в этом году принимает участие 23 конкурсанта. Стоит отметить достаточно высокий уровень подготовки участников. Мы понимаем, что им действительно волнительно в эти дни, но не менее волнительно сейчас и членам жюри, потому что каждый педагог раскрывается со своей творческой стороны, показывает себя как высокий профессионал, и отбирать лучших среди лучших действительно оказывается сложно. После прохождения заочного этапа конкурсанты в номинациях «Учитель» и «Воспитатель» продемонстрировали свои профессиональные навыки, написали педагогический диктант, а также провели открытые уроки. Оценивали их мастерство не только жюри, но и ученики лицея. Данный урок мне понравился не только из-за идеи урока, но еще и из-за самого преподавателя, из-за его мыслей, из-за того, как он говорил, какие мысли подбирал, отвечал правильно на вопросы. Проводить урок перед жюри было отчасти, конечно, волнительно, но поскольку он проведен уже не впервые, репетировали, тренировались, можно сказать, что как по нотам. Профессиональными находками и авторскими разработками поделились и педагоги-дебютанты. Несмотря на небольшой опыт, они уже успели применить свои разработки в педагогике и теперь достойно представили их на суд жюри. Я презентовал авторскую театрализованную игру-бродилку «Яролаж» для детей старшего дошкольного возраста. Жюри, я думаю, понравилось, потому что они принимали активное участие в одном из этапов моей игры. По результатам первого этапа конкурса в следующий тур прошли 14 педагогов. Испытание второго тура «Вопрос учителю года» прошел в формате пресс-конференции. Конкурсантам предстояло ответить на вопросы учителей, учеников, а также журналистов телекомпании «Вектор». Когда вы поняли, что вы хотите стать педагогами? Все уроки, наверное, любимого первого учителя, который воспитали во мне любовь к профессии учителя, наверное, все эти занятия для меня были шагом для выбора своей профессии. В финале за звание лучшего поборются 5 педагогов, 5 воспитателей и 4 дебютанта. Наша цель – выявить лучшего из лучших, и в дальнейшем победители в каждой номинации представят наш город на окружном конкурсе педагогического мастерства. Итоги конкурса «Педагог года» подведут 13 февраля. Гульчачак, Игибаева, Денис Гонцов, Никита Мищенко. Новости Губкинского.